Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших тем о счастье в семье. Как воспитывать своих детей, чтобы вся семья чувствовала себя хорошо? Спокойно, чтобы дети росли благоразумными, послушными. У многих родителей возникает вопрос, как это сделать? Особенно, когда дети немножко подрастают, и начинаются проблемы подросткового возраста, проблемы возраста установления личности, где-то около трех лет. И родители задают вопрос, что же делать, как поступить, как решать эти проблемы. И поэтому давайте сегодня мы зададим себе очень важный вопрос. Какого возраста нужно начинать в воспитании ребёнка? Многие, отвечая на этот вопрос, говорят, ну, можно воспитывать где-то, когда начинает ребёнок что-то понимать. Ну, а когда он начинает понимать? Ну, в лет пять или семь, или когда он пойдёт в школу. Многие даже останавливаются на такой дате дня рождения к 12 годам. Вот тогда нужно уже немножко посерьёзнее заниматься с детьми. Но мы обозначим другой путь и другое начало воспитания. В начале пути. Так говорит нам Библия. Это записано в книге притчей, 22 глава и 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Начало пути. Это когда? Начало пути, многие считают родители, это приблизительно детский садик. И они ошибаются, потому что самое первое начало пути – это когда он ещё не родился, когда мама носит его под своим сердцем, и она уже может его начинать воспитывать. Период беременности – это период воспитания ребёнка. Благополучие ребёнка будет зависеть от привычек матери. И когда мать носит под сердцем своего ребёнка, больший процент информации, которую он пронесёт через свою жизнь, около 70% уже влагает ему в его мозговые клетки мама. Она передаёт ему информацию, которая закладывается в мозге, как основание будущей личности, его характера, его взаимоотношений с окружающим миром. Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно, и поэтому незначительно. Однако небо думает по-другому. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования. Итак, период беременности – это очень важный период, это основа, без которой невозможно создать полноценный характер и личность ребёнка. Если мы посмотрим на весь период беременности, 9 месяцев, это мы знаем, это все знают, но он делится приблизительно на равные 3 части, или так называемые 3 триместра, то первый триместр – это самый важный в моменте воспитания будущего ребёнка. Триместр первый начинается приблизительно с 8 дня после зачатия, когда начинает активно развиваться оплодотворённая клетка, делится, и с такой неимоверной скоростью, фантастической скоростью развиваются будущие нервные клетки, центры ребёнка. Около 120 тысяч клеток в одну минуту появляются каждую минуту у ребёнка в мозге, в будущем его мозге. Всё ли равно, как ведёт себя мать в этот момент? Вот это мы должны знать, что это не всё равно. Почему? Потому что многие проблемы, которые переживает сегодня человек, будучи взрослым, можно унести именно в этот период, первые 3 месяца беременности. Давайте мы посмотрим, какие проблемы могут возникнуть у ребёнка, и уже вы, как взрослые люди, можете оценить и себя, перечитывая вот этот список комплексов неполноценности, ощущений неприятных, которые могут возникнуть у вас, когда вы уже стали взрослыми. Итак, комплекс неполноценности, слабый иммунитет, последствия послеродового стресса, слабые семейные узы, нет привязанности к одной личности или недоверие к людям, неверие в глубокое чувство, скрытность и замкнутость, некоммуникабельность или замедленное психическое развитие или какие-то сексуальные проблемы. Всё это может появиться и позже, но могло появиться и именно в этот период очень раннего развития плода. Благополучие ребёнка будет зависеть, во-первых, от привычек матери. Привычка мамы, например, её склонность, могут служить принципом каким-то, управляться этим принципом, который иногда мама даже не понимает, что её период беременности очень важен для того, чтобы ребёнок, например, в будущем был спокойным. Что же мама может сделать? Многие думают, что беременная женщина должна остерегаться каких-то больших проблем, например, пожар или авария какая-то, для беременной женщины это очень страшно, это неприемлемо. И они стараются сохранить, чтобы женщина не посмотрела, не испугалась сильно. Но врачи выяснили, что даже большие стрессы, но краткосрочные, они не влияют на нервную систему ребёнка, они больше влияют на маму, но не передаются ребёнку. Но если мама полна, например, отчаяния, горя, переживает, если, например, узнала о беременности её супруг или человек, от которого она забеременела, и он её оставляет, испугавшись этого будущего отцовства, вот эта молодая мама носит под сердцем ребёнка с чувством отчаяния, горя, она плачет, она переживает, что будет. Вот именно это состояние больше влияет на ребёнка, и она думает в этот момент, как бы избавиться от этого. Я не хочу, чтобы мой ребёнок рос без отца. Она думает о том, чтобы от него как-то уйти. И вот этот момент переживания, когда он получается в первый триместр, когда создаётся будущая нервная система, центральная нервная система ребёнка, переживает такие стрессы, которые оставляют глубокие следы в психике будущего ребёнка. Этот момент у матери называется конфликт-отторжение. То есть мама не желает этого ребёнка. Даже если мама в этот момент подумала, может быть, она переживала неделю или две, а потом решила, ладно, так будет, как будет. У неё свои убеждения есть, аборт она не захотела делать, пусть будет ребёнок. Она согласилась с этим. То те клетки, которые эти две недели появлялись в будущем мозге ребёнка, они будут окрашены вот этим стрессовым состоянием или состоянием конфликта-отторжения. Чем же это потом отразится на психике ребёнка? Это будет то, что в нашем списке стоит номером один. Этот ребёнок в жизни своей будет иметь какой-то глубокий комплекс неполноценностей. Мы не можем сказать точно, что будет у ребёнка, какой именно комплекс. Но то, что в течение двух недель появилось огромное количество нервных центров, клеток, которые были окрашены этим моментом отчаяния, это отразится на поведении ребёнка. Итак, поведение мамы и привычки мамы могут передаться ребёнку. И в этот момент то, что этот ребёнок вместе с мамой переживает, отразится и в будущем характере. Один талантливый дирижёр, молодой, пришёл домой после таких переживаний в консерватории, где он учился, и сказал, «Мама, я не понимаю себя. Я не знаю, что со мной. Я какой-то не такой, как все». Что случилось? Мама испугалась. Она растила этого ребёнка. Папа у них умер. И она, когда воспитывала его, она вложила всё в него, что можно было, самое лучшее, что она могла. Она испугалась, что что-то случилось с ребёнком. Ну, ребёнок-то уже большой, ему уже было 25 лет. И поэтому она обняла его и спросила, что-то случилось, дорогой мой. Он сказал, «Мам, я не такой, как все». В чём дело? Ты знаешь, я, когда слушаю, он учился в консерватории, я, когда слушаю произведения некоторых классиков, я чувствую, что я знаю, когда начинается это произведение, я знаю, чем оно окончится. Хотя я его слушаю в консерватории первый раз. И это ненормально. Мама, что со мной? Но многие произведения для меня, так же, как и для всех, я слушаю их как будто первый раз и не знаю, как будет развиваться это произведение. И он говорит, «Мама, таких немного произведений, но они есть». Мама говорит, дала ему такой бумажечный кусочек, дала ручку, и говорит, «Ты напиши мне, пожалуйста, список тех произведений, которые у тебя такие, возникают такие ассоциации непонятные». Он сделал список. Это было шесть классических произведений. Мама, когда прочитала их, она сразу пошла в кладовку, достала старую пластинку. И на этой пластинке был список произведений, которые она слушала, будучи беременной, когда она сидела в кресле, вязала для будущего малыша рукавички, разные там тапочки, и она слушала эти произведения из дня в день, потому что у нее другого ничего не было. И в течение этой беременности она много-много раз сама слушала, никак не ожидая, что это такое большое впечатление произведет на ее малыша, на ее будущего мальчика. И это был тот список вот тех произведений. Мы можем сделать вывод, что поведение мамы, то, что она слушает, то, на что она смотрит, играет огромную роль в развитии будущего ребенка. Ни в коем случае, я прошу вас, дорогие женщины, мамы, будущие мамы, не отвергайте будущего ребенка как нежеланного. Возможно, вы пожалеете об этом потом и скажете, пусть будет, не могу совершить такой грех, но вы можете обрести такие комплексы и в своей жизни, и в жизни будущего ребенка, с которыми он не сможет потом справиться. Ваше спокойное, душевное равновесие и ваша связь с Богом сделают очень много для вашего ребенка. Ваше молитвенное состояние. Обратите внимание, на что вы смотрите, что вы слушаете. Невыносимо даже то, что многие молодые мамы, даже будущие мамы в самом начале, может быть, они еще не знают о том, что они беременны. Они курят, они выпивают алкоголь, они принимают многие наркотики, они ведут безобразный образ жизни, они питаются непонятно и как, и чем, и поэтому все это откладывает свой след, причем не очень хороший след, на будущем ребенке. В Санкт-Петербурге, в одном из родильных домов, установлен орган, который время от времени включается, используется для исполнения классической органной музыки. И в этом зале, где появляются новые дети, всегда звучит вот эта прекрасная органная музыка. И результат не заставил себя долго ждать. Снизилась смертность детская и заболеваемость среди новорожденных детей. Да и матери стали намного здоровее и крепче. и так мы можем сделать вывод, что беременность это одно из тех условий, которые Господь создал женщине на 9 месяцев вложить самое лучшее в сознание будущего ребенка. И так мы читаем опять Библию. «Настав юношу при начале пути его». И так, начало пути это то, что произошло с ребенком в утробе матери. Но вот приходит момент рождения. Рождение это не просто так. Человек родился и это как факт принимается. Кто-то с радостью, кто-то с удивлением. Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо думает по-другому. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования. И вот моменты, когда мама переживает что-то, особенно перед самыми родами, опять имеет огромное влияние в жизни ребенка. И так, послеродовый стресс ребенок рождается и все думают это радость, это счастье, все улыбаются, а ребенок плачет. И не потому, что ему больно или неприятно, или он что-то ощущает. Он должен заплакать, он должен восстановить полный объем легких. Но момент рождения для ребенка это стрессовая ситуация. Потому что там, внутри, в утробе мамы, он чувствовал себя уютно, тихо, спокойно, никаких лишних звуков, никакого особенного сотрясения. Он плавал там, охраняя его жидкость от различных ударов или сотрясений. Но когда ребенок родился, он попал в другую температуру, он попал там, где много звуков, там, где много стрессов различных для него. И вот в этот момент он нуждается в том, чтобы его успокоили. И поэтому я очень довольна и слава Богу, что сейчас в родильных домах после рождения ребенка его берут и кладут на грудь матери. Когда он слышит знакомый стук сердца, который он слышал уже 9 месяцев, он успокаивается. и нужно подержать его там у мамы хотя бы полчаса, он успокаивается и теперь может ожидать своего первого кормления. Но если мы не сделали этого, то влияние вот этого стресса будет длиться долго, он не успокоится до первого кормления, пока его приложит мама к груди. И очень важно теперь еще один момент. Первое кормление. Оказывается, оно играет огромную роль в жизни будущей личности. Когда мама его кормит первый раз, она ему как бы вливает от себя ключ от его иммунной системы. То есть включается иммунная система, которая помогает ребенку не болеть весь первый год жизни. Если это кормление было произведено правильно, если первая порция молока предназначалась для этого ребенка, то иммунная система начинает тут же включаться и активно работает. Вообще по идее первый год жизни, когда мама дает ему грудное молоко свое, ребенок вообще не должен болеть. Если он болеет, значит что-то с его иммунной системой случилось. Он не мог включить эту иммунную систему. Или было кормление не так, или поздно, далее перегорело молоко уже, его надо было сцеживать. И это тоже потом влияет на весь ход жизни ребенка. Он может быть склонным к различным заболеваниям. Даже иногда на третий, четвертый, пятый день в роддоме ребенок начинает болеть. Это уже признак того, что у него что-то неладно с иммунной системой. Но вот через несколько часов случается нечто удивительное в жизни ребенка. Мы видели новорожденных детей. У них глазки иногда расплываются во разные стороны. Он не может адаптировать их на каком-то предмете. Но интересно то, что через три часа после рождения, предположим, он находится как раз на руках матери. Мать после рождения с удовольствием рядом находится с ребенком. Он лежит около нее, и это правильно. Ребенок вдруг адаптирует взгляд и приблизительно на предмете, который находится около сорока сантиметров от его лица. Конечно, вы догадываетесь, что это та точка, на которую смотрит пристально ребенок. В течение нескольких часов он может пристально смотреть на эту точку. Это лицо матери. Он фиксирует ее портрет, и, возможно, это несознательно. Он не понимает, куда он смотрит, но Бог сделал это удивительное явление специально для этого ребенка в начале пути. портрет матери как бы отражается в его подсознании и будет потом многие годы способствовать его нормальным связям с другими людьми. Портрет матери должен быть первым. И как много матерей не способствует этому. Они оставляют своих детей, они не подходят к ним, или они вообще лежат в другой комнате. и эти три часа проходят так, что ребенок фиксирует свой взгляд на каком-то предмете решеточки боковой кроватки или где-то какой-то предмет еще он зафиксировал свой взгляд, но это не портрет матери. Эти дети потом будут с трудом устанавливать связи с другими людьми. И эти исследования проводились на многих маленьких детях, потом следя за их жизнью, за развитие их отношений с другими людьми. И это себя оправдало. Действительно, это так. И вот наш ребеночек уже прошел адаптацию зрением, зафиксировал портрет матери, и теперь он переживает первый год жизни своей. В первый год жизни у ребенка много потребностей. Мы знаем, маленькие дети требуют к себе внимания, требуют какой-то заботы. и у него потребности есть биологические, есть физические и есть психологические. Они все соединяются вместе, и мы можем их разделить как бы на три большие потребности. Психологические и много, и физические, которые связаны между собой. Первая потребность первого года жизни, которая имеет огромное влияние потом на всю жизнь ребенка. Мы ее можем обозначить несколькими словами. Это потребность первоначальной связи. Она устанавливается только первые шесть месяцев. То есть ребенок смотрит, общается в первую очередь с тем, с той личностью, которая должна установить с ним вот эту первозданную цепь, которая называется первоначальная связь. Между матерью и ребенком, между ребенком и отцом должна восстановиться вот эта связь. Как она восстанавливается? Посредством постоянного общения. Многие мамы отдают, хотя хотят немножко погулять, куда-то пойти к подругам, оставляют для кормления мамам, бабушкам своего ребенка. И если они уделяют мало внимания этому ребенку, у него не удовлетворяется вот эта потребность. А потребность огромная в первоначальной связи. Там должна быть мама и папа должен быть, который с ребенком общается, который прикасается к нему. Это очень важно. Эта потребность в первоначальной связи имеет огромное значение на развитие психики в будущем этого ребенка. Удовлетворенность в этой потребности дает совершенно интересные результаты. В семейной жизни такие люди, которые были удовлетворены в этой потребности, причем мы помним с вами, что она удовлетворяется только шесть месяцев, в семейной жизни такие люди имеют сильную привязанность. Вы, наверное, слышали такое слово, как однолюб. Это человек, который любит один раз и на всю жизнь. Ведь если мы проследим вот эту картину, получается, что Господь в своей любви и милости к людям все продумал. Ребенок, который находится первые шесть месяцев на руках матери и отца, он привязан к ним, и мама привязана к нему. И на основании той маленькой тропинки, которая была установлена в мозге ребенка, в его подсознании, еще в первые три часа его жизни, первые минуты, когда он появился на этой земле, и когда он полгода общался с этой же личностью, у него устанавливается способность привязывать себя к одной личности. И так этот ребенок, когда вырастет, женится, и он будет любить одну личность на всю жизнь. И мы даже помним и знаем все, наши мамы и бабушки, вы вспомните, когда они теряли мужей, это были войны, какие-то неприятные случаи жизненные, и глава семьи уходил, и мамы, и бабушки, имея много детей. Они вешали портрет на стенку, портрет отца и посвящали свою жизнь воспитанию детей. Они даже в мыслях не могли себе подумать, что они могут жениться или выйти замуж за кого-то другого. Они были верны даже после смерти. Почему? У них в мыслях этого не было, что они могут создать семью с кем-то другим. Но со временем эти моменты стали истаивать. И когда человечество развивалось, мы дошли до нашего времени, теперь никто не обращает внимания на то, однолюб этот человек или не однолюб, как он рос, каким образом развивались его социальные связи, какая была связь с матерью. И мы знаем, много детей сегодня росли без удовлетворения вот этой первой потребности в связь с одним человеком или с двумя, причем в первые полгода. Если этого не было, что будет с этим ребенком? Если потребность первоначальной связи не была удовлетворена, этот человек по жизни не может привязать себя крепкими узами с одной личностью. Он даже иногда не имеет такого основания и желания привязывать себя к одной личности. и таких людей, когда ко мне на консультацию приходят, я их спрашиваю, любите свою жену? А они уже живут в браке лет 15. И он отвечает на этот вопрос. Вы знаете, я не могу ответить на вопрос. И может быть, это привычка. Я не хочу без нее остаться. Я хочу быть с ней. Но чтобы я ее любил, вот так сказал, что я так люблю страстно именно эту женщину, я не могу. Они в личной беседе об этом признаются. к маленьким, кто к нему подходил, какая связь была установлена. Когда мы уходим в эти корни детства, обнаруживаем, что то папа, то мама, то бабушка, то тетя приходили и общались с этим ребенком. Мама была на работе, она редко была с этим ребенком. И вот у него вот такая неудовлетворенность была, и он не понимал, что происходит, но он не мог привязаться к этой личности на всю жизнь. Вторая потребность очень важная, первоначальная потребность, это в первоначальном доверии. Как организовывается это и удовлетворяется эта потребность? В течение всего первого года. Что же нужно сделать, чтобы удовлетворить этого ребенка в этой потребности? Физические потребности, о которых мы говорили. Ребенок голоден, вы его накормили. Ребенок мокрый, вы его переодели. Ему плохо лежать на одном бочку, вы его перевернули на другом. И когда он начинает давать сигналы, что ему плохо, он знал уже в течение этого года, что будет удовлетворен. И он доверяет теперь. И когда ему плохо, он начинает кряхтеть. Он не начинает громко плакать, он начинает кряхтеть, то есть подавать сигналы, что ему нехорошо. Мама берет его, удовлетворяет его физическую потребность, прижимает его к себе, и ребенок успокаивается. И многие папы в этот момент заявляют, ты не бери его на руки, приучишь к рукам, будешь потом таскать его все время на руках. Действительно, надо ли брать ребенка на руки, когда он кряхтит? Надо. Потому что маленькие дети, они не капризничают, они дают сигналы, что им плохо. Может быть, это плохо состоит в том, что он хочет иметь общение с кем-то. То есть он разговаривать не будет, но он должен куда-то смотреть, он должен сосредоточить свой взгляд. И это потребность, которая называется первоначальное доверие. Когда вы его удовлетворяете, этот ребенок организовывает свою внутреннюю жизнь особым образом. Как? Первое, что делает ребенок, это он воспитывается как открытая личность. Он доверяет людям. Он может быть коммуникабельным и в то же самое время открытым. Не все коммуникабельные люди открыты. Они могут говорить много, но ничего о себе. А эти люди, которые удовлетворены в первоначальном доверии, люди открытые. То есть эти люди иногда могут совершенно незнакомым людям рассказать какую-то свою историю и попросить помощи. или какого-то совета. Это люди с первоначальным доверием. У них складываются хорошие отношения с другими многими людьми. Но вот если не было удовлетворения в этом, эти люди страдают потом в жизни. Они очень недоверительны. Они всегда скрывают что-то. И представьте, если такой человек, который не может рассказать товарищу своему, или супруге своей, или мужу своему, что-то внутреннее, о чем они переживают, они более скрытные люди. Они не могут открыться, они сами страдают и заставляют страдать других. Почему? А потому что если что-то случилось, они говорят об этом в общих фразах и говорят, да не надо тебе это знать, или вообще не говорят об этом. Не могут открыться. И сколько они пересиливают себя, они не знают, что с ними творится. Но они говорят потом на консультациях. Я не знаю почему, я люблю эту женщину, но вот у меня такое что-то внутри есть, что я не умею открывать себя. Научите меня это делать. И когда мы исследуем этот вопрос на консультациях, мы видим, что это неудовлетворенность в первоначальном доверии. Эти люди будут немножко замкнуты и не проявляют никакого желания открыться для окружающего мира. И это приносит им боль. Они не знают, что будет дальше. Итак, следующая наша важная часть или важная потребность первоначальной любви. Это очень важный момент. Ребенок в первый год жизни имеет такую потребность первоначальной любви. Вы, конечно, удивитесь, ведь ребенок, которого все любят, носят на руках, удовлетворяют его потребности. Как его не любить? Но любовь матери в этот период и передача или удовлетворение потребностей ребенка заключается в том, чтобы эти отношения, дружественные отношения между ребенком и матерью имели такой небольшой сексуальный окрас. Как это? Если ребенка обнимают, если он голенький лежит, его начинают поглаживать, его прижимают к себе и его целуют, вы всегда увидите ответ ребенка. Он обнимает человека, который его целует и губами ищет, за что бы зацепиться. Вы, наверное, это уже обнаруживали. Он ищет или ухо, или подбородок, или нос, что-нибудь и начинает целовать маленький ребенок, которому 4, 5, 6 месяцев и так целый год. И ребенок нуждается в этом именно общении, общении удовлетворения любви. Ребенок должен быть любим. И не просто, когда он лежит в кроватке, не просто хвалить его, он в этом еще не нуждается. А вот, чтобы его прижать, чтобы его погладить, чтобы его обнять и поцеловать, в этом ребенок очень нуждается. Это будет удовлетворение его следующей потребности, потребности в любви. Если это произошло, если вы достаточно любили ребенка, что будет? Каким вырастет ребенок? Ребенок будет очень понимающим, чутким супругом или сексуальным партнером. Именно в первый год жизни можно вызвать это чувство откровенности в сексуальных актах будущей семейной жизни. Дети, когда растут в этой атмосфере любви, они желают больше отдать, чем взять. Но человек, которого не обнимали, маленький мальчик или девочка, которых не целовали, не прижимали к себе, обычно они растут в этом отношении с большим изъяном. И там может быть два вида изменений в их психике. Один вид изменений это фригидность. То есть у этих, особенно это у девочек получается, они не понимают потом в жизни, зачем Бог создал такую сферу человеческих отношений, как сексуальная жизнь. Она для них неприемлема и даже противна. Они выходят замуж, но избегают всяких отношений с супругом. И многие пары страдают от этого. Есть такие супруги, мужчины, и есть женщины. Это люди без удовлетворения первоначальной любви. Они не могут себя пересилить, они многое не понимают, зачем это, и страдают оба. Но если это было удовлетворено в жизни, первого года жизни ребенка, эти супруги, когда находят другого человека, любят его, они партнеры, которые хотят отдать. и это характерно для этих людей. Они удовлетворяют эти потребности своего друга жизни. И они не так думают о себе, как думают о другом. И поэтому, когда происходят какие-то проблемы сегодня в супружеской жизни, и когда мы уходим на консультацию в этот первый год жизни, каким образом рос этот ребенок, в большинстве случаев оказывается, что некому было обнимать и целовать, некому было ласкать этого ребенка, потому что все были на работе. И за этим ребенком ухаживал кто? Тот, кто имел больше времени и в любое время суток приходил к этому ребенку. А страдает потом человек в эти долгие будущие годы своей жизни. Итак, давайте мы посмотрим. У нас есть ребеночек, который родился год назад. Представьте себе, что этот ребенок в вашей квартире сейчас. Годик он встал на ножки. И, конечно, все, кто находится рядом с этим ребенком, радуются ему. Они любят его, они прям в восторге от того, как он выглядит, какой он милый, какой он хороший. Но, может быть, никто не знает, как прошла беременность, как прошел первый триместр этой беременности, как мама не хотела его, может быть, она его не хотела, всего полчаса. Но за эти 30 минут были организованы такие клетки, которые потом дадут о себе знать в жизни этого ребенка. Ребеночек миленький, хороший, у нас день рождения сегодня, ему исполняется один год. И если родители нарушили все те правила, о которых мы сегодня говорили, начиная от зачатия и кончая вот этим периодом трех потребностей первого года жизни, давайте мы посмотрим, что же уже заложено в психике этого ребенка. Вот здесь и мы находим комплекс неполноценности, который был от того, что его не желали, низкий иммунитет, потому что его неправильно кормили, последствия послеродового стресса, потому что его не положили на грудь матери, некоммуникабельность, мы знаем, что не этот человек без первоначальной связи, замедленное психическое развитие, потому что не было удовлетворено потребность в любви. Дети, которые не пережили этот маленький опыт любви с родителями, они медленнее развиваются, и вы это можете увидеть на тех детях, которые попадают в детдом или в дом малютки, которые были отобраны от мамы и первый год жизни провели где-то в каком-нибудь уголочке, где к нему кто мог, тот подходил, и они развиваются очень медленно, но если вы возьмете этого ребенка и окажете ему много внимания в этом маленьком периоде его жизни, первый год жизни, кое-что можно восстановить, и ребенок начинает психически развиваться гораздо быстрее, он нуждается в объятиях, поцелуях и в общении, если у него могут быть сексуальные проблемы, вы уже знаете откуда они, он не пережил удовлетворение этой потребности. Давайте мы посмотрим другого ребенка, ему тоже сегодня год, и он был воспитан в такой семье, где об этом знали, и удовлетворяли все потребности ребенка, его необыкновенно ждали, они молились о нем, когда он был еще в утробе матери, они халили его и держали его на руках, какие у него будут особенности психики и взаимоотношения с другими людьми. Давайте посмотрим этот список. Во-первых, этот человек без комплекса неполноценности, это редкое явление сегодня, все почему-то чувствуют какой-то комплекс, у него сильный иммунитет, он редко болеет, нет склонности к аллергиям, в связи с тем, что у него сильный иммунитет, нет склонности к депрессиям, потому что он был удовлетворен во второй потребности, которая для него была очень важной, он хороший семьянин и он привязан к личности, то есть он выбрал супругу и такие браки теперь все меньше и меньше появляются, когда супруг и супруга живут 50 лет, 60, 70, все больше появляется пар, которые разрушают свои семейные союзы в первый же период, первые 10 лет брака. Эти люди способны проявлять глубокие сильные чувства, они понимают, что это такое, потому что к ним были проявлены вот этот момент доверия, коммуникабельность и удовлетворение потребностей. У него будет доверительное отношение во взаимоотношениях с друзьями, с незнакомыми людьми, то есть он готов помочь, готов выслушать, готов поговорить, но самое интересное, что эти люди, которые склонны к тому, чтобы доверять другим, они также быстро доверяют Богу. Если они слышат, что Бог говорит, нужно вот так жить, они тут же мгновенно это принимают. И мы это замечаем, когда мы читаем Библию, и человек с чувством первоначального доверия открывает страницы Библии, он слышит там голос Божий, который говорит ему, вот так жить надо, это делать, это не делать, и этому человеку не надо много толковать, ничего. Он сразу воспринимает это, потому что у него есть удовлетворенная потребность в доверии, первоначальном доверии. Это чуткость и понимание в супружеской жизни. Итак, мы знаем, что сегодня многие родители, я знаю, что вы сейчас обдумываете, что вы упустили в воспитании ваших детей, что было упущено родителями в вашей жизни. Можно ли это исправить? Я не хочу, чтобы вы после этой программы чувствовали какую-то вину, чтобы была какая-то неудовлетворенность, чтобы вы не знали ответа, что делать. Давайте мы прочитаем Божий совет. Что же надо делать? Родители должны всецело полагаться на силу Христа, чтобы исправить порочные наклонности, которые передались их детям. Будьте терпеливы, отцы и матери. Часто ваша прошлая нерадивость осложняет воспитание ваших детей, но Бог даст вам силы, если вы будете полагаться на Него. Итак, если вы что-то упустили, вы заметили, из этих списков что-то присутствует в жизни ваших детей, не опускайте руки. Давайте вместе обращаться к тому, кто может исправить эту ошибку. Не старайтесь сделать это своими силами, потому что человеку это невозможно, а Богу все возможно. И поэтому, когда вы рассказываете Богу, Господи, у меня вот такая проблема с ребенком, я не знал, я упустил это, помоги мне это исправить. Я думаю, что Господь услышит вашу молитву, Он поможет вам, и вы увидите ответ Божий, когда Он вам покажет, каким образом вы можете исправить то или другое, то, что было исковеркано в жизни ребенка. Дети – это радость нашей жизни, это цветы нашей жизни. И как важно, чтобы в самом начале, когда мама готовится к тому, чтобы иметь ребенка, она была серьезно информирована о том, как она должна себя вести. Мамы сегодняшнего дня, будущие мамы, я хочу предупредить вас, будьте внимательны ко всему тому, чем вы занимаетесь в этот очень важный период беременности. Это очень важно. О чем вы думаете? Я думаю, не напрасно. В такой прекрасной стране, как Япония, сооружены уголки для беременных женщин, в которые они приходят, там есть камни, там есть красивые цветы, составлены цвета эти особым образом, и мамы по 3-4 часа в день находятся в этих прекрасных уголках природы, чтобы можно было посмотреть, подумать, повосхищаться. Я думаю, что около ваших домов, селений, городов и есть прекрасные уголки природы. Беременные женщины должны ходить туда каждый день, успокаиваться, смотреть на голубое небо, смотреть на воду, смотреть на зеленую траву, деревья и кусты, то, что будет успокаивать вас, и вы будете носить под сердцем здорового, нормального, интересного, хорошего ребенка. Но ни в коем случае не допускайте того, чтобы нарушать все основные принципы здорового образа жизни. Привычки, которые могут потом сделать очень большую беду в жизни вашего ребенка, вы не должны допускать в своих привычках, в своем жизненном опыте. Давайте будем избегать их. Нам нужно, чтобы наши детки были здоровы. И я очень молюсь за всех детей, которые рождаются в нашей стране, чтобы они были здоровы, хотя этих детей становится все меньше и меньше здоровеньких, потому что мамы не следят за тем, как они ведут себя в этот очень важный период беременности. Первый год жизни, дорогие мамы и бабушки, тети и дяди, которые ухаживают за детьми. Дайте возможность мамам первые шесть месяцев быть рядом с ребенком. И чем больше они будут там, тем лучше для этого ребенка. Вы избежите больших проблем потом, когда эти дети вырастут. Я желаю вам и Божьи благословений для каждого ребенка, который рождается, для каждой мамочки, которая носит этого ребенка. Пусть поможет вам воспитать прекрасных, благородных, здоровых, искренне относящихся к окружающим людям детей. Желаю вам семейного огромного счастья. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok